В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Фестиваль Платья Города в этом году 19 лет и на этот раз организаторы меняют концепцию события. О новшествах и традиционных составляющих платья смотрите прямо сейчас. Фестиваль Платья Города уже в 19 раз станет творческой площадкой для молодых дизайнеров нашего региона. По традиции в преддверии финала дизайнеры участвуют в эскизном отборе, кастинге моделей, а также в предварительном просмотре коллекций. Мы участвуем каждый год в этом конкурсе. Я считаю, что это конкурс для творческих людей, которые могут проявить себя, показать что-то новое городу, новая тенденция. Буря эмоций, адреналин, кайф, который мы прям получаем. Целый год заряд энергии творческой. Ну, во-первых, это очень хорошая площадка для того, чтобы показывать свое творчество, потому что у нас в городе я больше не вижу для себя никаких возможностей. А Платья Города – это и конкурс, это и такая сообразная тусовка, где собираются дизайнеры, мы друг с другом знакомимся, мы смотрим друг на друга, что мы делаем и вдохновляемся. Мы показываем, конечно, свои работы, выслушиваем мнение жюри, конечно же. Ну и в целом вообще это очень хорошее светское мероприятие. Уже в третий раз фестиваль будет проходить на площадке конгресс-отеля Малахит. В этом году к деятелям модной сферы присоединятся люди искусства. В этом году мы поменяли формат. Все коллекции, единичные изделия будут показаны под живую музыку. Это будет и классическая музыка, будет музыка современная. Сейчас дизайнеры работают с этой музыкой. Кого по образу, какая подходит музыка, по стилистике, по идее, то музыку мы будем репетировать. И пройдет, знаете, такой синтез. Синтез двух искусств. И моды, и классической музыки. Я думаю, это будет очень интересно зрителям. В рамках платья города, кроме молодых дизайнеров, свои работы покажут известные челябинские дома моды и ателье. Что же касается конкурсных работ, процесс их представления сложный и многоэтапный. Есть дизайнеры, которые прислушиваются. Есть дизайнеры, которые гибко идут, направляешь. И к концу уже конкурса мы видим, да, на коллекцию интересно смотреть. Молодые дизайнеры, они на той молодые дизайнеры. Они же начинающие. Поэтому, я думаю, есть смысл прислушиваться к нам тоже. Самый творческий процесс начинается здесь. У них есть задумка, но есть общая концепция конкурса. Есть общие требования конкурса. Для этого, наверное, они здесь, на этих этапах. В первую очередь, поскольку это фестиваль моды, да, что хочет дизайнер, какие тенденции он воплотил в свои коллекции. То есть хочется, конечно, чтобы эта коллекция была именно современная, чтобы в последних прям тенденциях моды это было. Потому что все-таки они же несут именно моду. И интересны те люди, которые, ну, совершенно творческие. И там бывают, знаете, такие сумасшедшие идеи, но, тем не менее, они оцениваются, соответственно, по заслугам. Откроют программу фестиваля дефилей VIP-персон. На подиум выйдут известные политики, общественники, деятели науки и культуры, а также бизнесмены и журналисты. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Черты весенних коллекций всегда предсказуемы. Популярным будет все легкое и яркое. Однако каждый сезон весенняя мода отражает свои характерные особенности. Актуальные идеи для стильной весны в нашей сезонной подборке. Началась весна. Это время менять себя. Время менять образы, менять свое внутреннее состояние. Тенденции этого сезона, весеннего сезона, очень сложные, очень разнообразные. Мы любим экспериментировать и любим, когда наши девушки, наши клиентки экспериментируют вместе с нами. Отказаться от темных тонов в верхней одежде стилисты рекомендуют не первый сезон. На этот раз одним из главных цветов сезона станет оттенок розового, нареченный любимым цветом миллениалов. В том же оттенке платье с шифоновым кардиганом. Сетка, многослойность, аппликации. Лучшая идея для выхода в свет в этом сезоне. Другой популярный цвет весны черри томата стилисты увидели в стиле спортшик. Динамика одного дополняет энергию другого. Обилие драпировок и валанов – еще одна примета сезонных коллекций. В А-силуэте эта игривая и романтичная тенденция доступна любому типу фигуры. Оборки, рюши, а также голые плечи и лампасы. Невообразимо, но это все легко уживается в строгом черно-белом сочетании. Мы подобрали коллекции абсолютно разных стилевых направлений. Поэтому мы можем предложить стильный образ для любой девушки или женщины, которая открыта для нового. И поможем профессионально подобрать образ практически в любом стиле – деловом, кэжуал, спортшик. На любой случай, повод или событие. Серая клетка – тренд не только офисного аутфита. Носить ее можно и нужно куда угодно. Стоит только поменять классические туфли на меховые тапочки. Так образ становится ярким и игривым. Костюмы или просто комплектные вверх и низ – по-прежнему свежая и актуальная идея. Мы носим их везде и повсюду – с кроссовками, ботинками и даже каблуками. Уличный стиль, эклектичный, провокационный и небрежный, в этом сезоне вытесняет новая элегантность. С ее чистыми линиями и идеальной посадкой. При этом цвета выбираются самые яркие и жизнерадостные. Снизить вес до желаемых результатов – от 12 до 15 килограмм в месяц. Быстро, легко, комфортно. Город Челябинск, Комсомольский проспект, 42Б. Телефон 725-96-17. Магазин модной одежды «Роман К» в ТРК «Фиеста». Стильная одежда стандартных размеров 42-го по 48-й, а также молодежная одежда «Плюс Сайз» с 50-го по 58-й. Каждые выходные в салоне акции «Роман К» в ТРК «Фиеста», второй этаж. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Мода – это отражение действительности, проявляющейся в манере поведения, а главным образом в одежде. Мода меняется часто, но вне тенденции навсегда сохранились национальные традиции. Одними из самых ярких представителей этого направления являются театры моды, которые не только презентуют тематические коллекции, но также сами их создают. Театр русского костюма существует в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете с 1997 года. И узнать его можно по традиционным элементам русского костюма в современной моде. На протяжении многих веков русский народный костюм являлся вдохновением для многих художников, а также многих дизайнеров. Мы захотели с помощью русского народного костюма развивать эстетическую культуру, патриотические чувства, патриотизм. И поэтому получилось так, что это произошло именно в педагогическом вузе, в Челябинском государственном педагогическом университете тогда было. Идея создания театра появилась у нас 20 лет назад в связи с возникновением конкурса «Весна студенческая». Очень хочу поблагодарить педагогический университет за максимальную поддержку нашего творчества в течение всех лет существования, за создание условий для развития традиции русского костюма. Конкретно данная коллекция у нас была изготовлена в прошлом году. Это по мотивам сказок Александра Пушкина. Яркие и оригинальные презентации коллекции театра моды русского костюма – это настоящие шоу-показы. Именно поэтому коллектив часто приглашает выступить на презентациях, торжественных приемах, спортивных праздниках и, конечно же, в фэшн-фестивалях. Помимо этого, театр моды русского костюма часто выступает и на международных конкурсах. А одним из последних достижений было выступление в Кремле. Мы ежегодно являлись победителями, занимали призовые места в весне студенческой. Помимо весны студенческой мы участвуем во многих конкурсах. Здесь соединяется очень много видов искусства. В первую очередь это костюм, как отображение идеи. Это коллекция сама, состоящая из костюмов. Плюс особенность театра моды именно состоит в том, что показывается не просто костюм, как дефиле, а показывается с помощью постановки. За 20 лет существования театра уже что только мы за идею не брали, в основу не положили. И каждый раз находить вот этот новый источник вдохновения, включая, отражая русский костюм, очень-очень сложно. Конечно же, в этом году мы готовим новую коллекцию юбилейную. Также хотим, чтобы она покорила сердца зрителей. И, конечно же, победы на дальнейших конкурсах, на которые мы планируем двигаться дальше. Что стимулирует к работе, конечно, что всегда тебя вдохновляет, вдохновляет, это их улыбки, то есть это их радость, радость коллектива, радость побед, радость участия в каких-то крупных мероприятиях, то есть их глаза, их слова благодарности. Это, конечно, всегда стимулирует на дальнейшее развитие. И чтобы каждый раз становиться все лучше и лучше, потому что мы, как руководители, развиваемся вместе с ними. Мы пытаемся расти вместе с ними и быть для них примером. Ну, мне вообще с ними нравится работать, потому что, ну, вот, во-первых, ты настолько остаешься в студенческой среде, всю жизнь в студенческой среде, и это очень интересно. Они подталкивают тебя к каким-то новым идеям. Они дают, ну, не знаю, вдохновение дают. У нас проходит занятие по актерскому мастерству. Ну, естественно, мы учим как-то управлять сильными эмоциями, правильно их выражать. Больше стало обращать внимание на то, как я выгляжу со стороны, какое у меня лицо, как люди на меня смотрят, как я хожу, какая у меня походка. То есть и внешне, как-то и внутренне нас учат себя правильно вести. Ну, уверенность в себе более появилась. Насчет роста тоже, то, что высокий рост. Раньше как-то этого маленько стеснялась, а придя в коллектив, уже все комплексы насчет этого отпали. За 20-летнюю историю театра моды русского костюма из стен Южноуральского государственного гуманитарно-педагогического университета вышло немало специалистов индустрии красоты, стилистов, руководителей детских кружков и модельных агентств, а также преподавателей истории искусства, которые продолжают сохранять национальные традиции в современной моде. Это Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Гламур нулевых, когда в стразах было буквально все, эстетствующие модники вспоминают как страшный, хоть и сверкающий сон. Сегодня блеск кристаллов снова в моде, только вопрос уже не в количестве, а в качестве. Кристаллы с вышивкой и перьями можно подавать не только в вечерних вариантах. В умеренных дозировках они могут стать элементами стиля смарт-кэжел. Бисер, пайетки и кристаллы активно участвуют в анималистической теме, а выложенные из них насекомые популярны и в качестве брошей, и в форме аппликаций. Ключевое слово в выборе стразированных предметов одежды – это умеренность. Впрочем, есть в нашей жизни люди, которые искусственный блеск не признают категорически, и те, кого не остановить. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют фестиваль «Платье города» в новом формате – мода с оркестром. Впервые в истории показы коллекций будут проходить под музыку оркестра «Классика» под руководством Адика Абдурахманова. 22 марта – изумрудный зал отеля «Малахит». Билеты в касса города. Подробности на сайте светлана74.ру Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «Ноу Коммент» в завершении выпуска. «Бьюти Тайм». 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эстетики и медицины Формула Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее Стилисты проекта Модный дом Я Имидж-студия Елены Ивановой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok